Владимир Вольфович, убийство Немцова, что это такое? Можно ли каким-то образом оценить масштаб этого преступления? Конечно, нам всем это печально, мы все против этого. Даже государство не имеет права убивать от своего имени. Смертная казнь запрещена. Но, какая бы ни была версия, партийные разборки, Нижний Новгород, Украина, какие-то там митинги. И вот вся его деятельность, я вынужден говорить, пусть на меня никто не обижается, она была отрицательной. С первого дня. Вот мы с ним были противники. ГКЧП, я за ГКЧП, он за Ельцином стоит там его, так сказать, в ногах и хлопает ему. Он губернатор Нижнегородской области, я приезжаю, он, значит, теплоход наш, чтобы не пристал к Нижний Новгород, опускает, дает команду уровень воды, Волги, это же преступление. То есть вы были политическими оппонентами? Постоянно, постоянно, постоянно. При летаемом самолете пикеты выставил, прямо у трапа. Арзамас, атомный центр, американцы ходят, как хотят, мы подошли, против нас автоматчики. Область в долгах. То есть как он делал реформы? Ему, его друзья в Москве, Ельцин и их команда, это команда Ельцина, дали кредиты, а он не возвращает. И все, о, какой молодец реформатор, ты верни деньги. После него губернатор Скляров на посту умер, потому что вся область в долгах. Но то, что вы говорите, это, в общем, уже было давно. Так хорошо, в правительстве что они делают? Гайдар и, значит, Чубайс и он, все это Ельцинская команда. Это Ельцинская эпоха. Вот она уходит медленно, это печально, когда убивают, лучше, когда вот, когда человек сам по себе умирает. Но они же разрушили все. Ведь сегодня, если что-то есть плохое в нашей стране, это заложено было ими. Это они сделали. Это они вели выборы губернаторов и пришли к власти или красные директора, или бандиты. Это сделал Немцов. Он уговаривал Ельцина. Зачем он это сделал? Они потеряли... Владимир Вольфович, эти люди, о которых вы сейчас говорите, они потеряли власть. И они долгое время находились в оппозиции. Это же не повод для того, чтобы убивать. Не, я не веду... Мне важно сейчас оценить... Убийство мы вообще отрицаем. Ну, вы понимаете, скапливаются в обществе эти вот все противоречия. А если вообще бытовой момент. Эта девушка, разница 30 лет. Что это за свидание в ночной Москве с Украиной, топ-модель? На Украине идет война. СБУ знает Украину об этом? Знает. Разве не могли провокацию устроить? Сорвать перемирие. Все уже хорошо идет, надо что-то сделать в самой России, чтобы опять накал отрицательного пошел в Россию. Это тоже могло бы... Он мог девушку подобрать из Сибири. Что он из Киева подобрал? Вы можете мне сказать, что это провокация, убийство? Конечно. Это провокация, и это вот, я говорю, причина, может быть. Вот чисто бытовая. Сейчас про причину мы будем говорить. Вот это партийные разборки, Нижний Новгород. Хорошо, мне хочется сначала о сути имени. Поэтому смысл, вы понимаете, вот почему Явлинского не убили, Ходорковского, там, не знаю, Касьянова, Рыжкова. Ну, слава богу, что их не убили. Нет, хорошо. Они вели себя по-другому. То есть он сам на себя вызвал ненависть тех групп политических, которые хотели, чтобы он ушел. Он вызвал своим поведением. Он должен был это понимать. Но он шел, вперед шел. Так сказать, не останавливался. Он взял ту скорость, которая привела его к этой катастрофе. Я понял вас, Владимир Вольфович. Его личного такого поведения. Остальные не все по-другому. Говорили в эти вот последние часы очень много, что немцы... Еще добавлю. Вот реакция на его убийство со стороны Америки. С какой стати вас это интересует? Депутат Ярославской областной думы. Он был в прошлом веке в правительстве. Все у нас в стране забыли. А они все знают. Вы же сами сейчас начали с подробного анализа деятельности... Я и говорю об этом. Значит, он был их человек. Макфол, бывший посол, признал, сам по радио слышал. Говорит, мы 30 лет с ним знакомы. 30 лет его Америка вела, чтобы как Порошенко провести к власти. Валерий тоже вызывает у нас определенные подозрения. Он был в списке, чтобы заехать в Кремль. И Джон Керри в соблизновании, и Барак Обама, и Джон Маккин. Вы хотите сказать, что свои вели, свои, и, так сказать, избавились? Нет, они недовольны. Они уже его списали. Теперь у них клиент главный Навальный. Теперь они его берегут и холят, так сказать. Ходорковский, может быть, они не знают, кого выбрать. Вот их три клиента было. Немцов вот уже ушел. Теперь Ходорковский и Навальный. Они будут выбирать, кто из них более весомый для них. Это криатура Америки. Готовят там, вербуют там. Это как команда Порошенко. Что она сделала Украина? Разграблена и разгромлена. Валерий хотелось у нас, через команду. Ельцин, Немцов, Гайдар, Чубайс, Кириенко. Это хотели сделать, у нас не получилось. Теперь они сожалеют из-за океана. Сожалеют. Сергей Владимирович. Вы знаете, на самом деле...